Привет, друзья мои! Мы идём в садик. Мари, какая красивая у меня сегодня. А потом мы идём по делам с Мари, в Министерство юстиции. Вчера столько нагулялись мы. Они пришли и сразу отключились. Ну, а я по двух часов сидела, монтировала видео и уснула. Всё, всё, сейчас возьму. Вот такая очередь. Все хотят с бабулей. Всё, выключаясь. До новых встреч. И вот мы уже в 10 часов возле Министерства юстиции находимся. Оставила я детей, немножко опоздала. Но я не знала, что закрывают полдесятого. Но нас пропустили, так как я бабуля приехала из Турции. Они очень удивились. Вышли пять директоров, наверное, воспитателей. Говорят, вы должны быть в 9.30. Ждём очередь. Сейчас зашли те, которые на 10 часов. Но вот так начинается понедельник. Вчера мы здесь были, фонтаны поющие. Ночью, конечно, всё красиво светится. И ещё на красную кнопку подписаться на видео и наставить серию. Хорошо. Подпишутся. Все подпишутся. И новые подпишутся. И старые будут смотреть все видео до конца. Вместе с рекламами. Заранее благодарим вас, Мария. А ты скажи спасибо, что отвечают на твои вопросы. Кто любит кошечек, кто любит фанту или ещё что-нибудь. Тикток. Ты же читаешь, все бабуля тебе рассказывают про все? Скажи спасибо всем. Там внизу есть такой лайк. Нажмите на неё. Она белосырь. И нажмите на неё. И она старит... Я не знаю, какой. Ладно. С дочей едем по делам. Брать согласие. На привет, скажи, доча. Я продолжаю ходить по гостям и по своим близким. Сегодня я пришла с Марией после всех дней к Александре. Александру я знаю очень давно. Сколько мы знаем с тобой друг друга? Ой, уже не помню. Сейчас поела я и сижу отдыхаю. Мама. Ну и пообщаемся заодно. Дети у неё выросли так. Сашенька, Сашенька, Сашуля. Вот моя стройненькая. Мы работали медсёстрами в российском госпитале. Вот с тех пор знаем. Это было 2005 год, наверное. В 2007 ушло или в 2004. Ну, очень давно знаю. У меня, конечно, много знакомых. Как-то хочется их всех увидеть. Но не получается и таких самых избранных. Мари моя там с её девочкой играется и с пальчиком. А я наела сосисек. Душу отвела. Охотничья. Это же как охотничья, правильно? Красота. Ну, жарко, конечно, в Батуми. Погода, слава богу, солнечная. Хотя здесь очень много дождей идёт. Но моя мама говорит, я уже соскучилась по дождю. У вас же часто так дожди, правда, Саша? Или были? Уже прошла полоса. Или в этого дожди. А, были, прошла полоса. Но там всё равно не получится. Ещё хуже испарение потом. Была я сегодня в Министерстве юстиции. Значит, надо мне прийти за документом. Перевод, значит, с турецкого на сапостелем 22-го. Заплатила 65 лари. И они сказали. Или, говорит, вы ждите, когда придёт по почте. Придёте. А если вы хотите ускорить, ещё нужно заплатить 25 лари. Вот так вот здесь делаются документы и столько надо денег. В общем, этот документ у меня 150 лари обошёлся. Другого выхода нет. А насчёт согласия мы ездили с Натрией, с моей дочкой. Договорились на завтра. В 12 часов. Моё присутствие там не обязательно. Они, родители, пойдут, подпишут документы. И вот такие вот у меня новости, мои дорогие. Надо вот так тебе сделать красивое видео с глазами. Давай сделаем. Давай. Вот так вот делает, а потом открывает глаза и потом... Какие красивые. Сижу возле садика, а жду пока дочь прийдет. Потому что надеюсь, вы друзья меня поняли, что то, что я сейчас делаю, приносит мне наивысшее наслаждение. И моему мужу, и без его ведома я бы так не делала. Это не первый раз, просто мы были вдвоём всегда, но потом вернёмся же, привезём детей назад. Мы просто хотим жить ими. Это счастье. Это счастье и всё. А родителей моих детей тоже можно понять. Трое детей. Моя дочь всё время была с пузом и в декрессе сидела. Сейчас она начала работать, которую нельзя, просто очень хорошо оплачивать, но после пандемии снизили на 30%, но обещают, что будет очень поднимать оплату. И она работает часто на расставке, да, чтобы как-то встать на ноги самостоятельно и не зависеть уже ни от кого. Поэтому мы должны помогать. А что делать там? Наслаждаться друг другом. Мы всегда сколько наслаждались? Два года с Ашфыном никуда не ездили. Только друг для друга. А участь детей, помогать своим родителям, приезжать, убирать, генералить, конечно, нужно. Моя дочь убирала, но не так, как я, допустим, хотела. Вы знаете сами. Мы всегда думаем, что мы выбираем лучше, чем наши дети. Всё понятно. Тут каждый день нужно убирать, когда вы взрослых людей, а когда дети сами понимаете. Не злитесь и не нервничайте. У меня всё хорошо и прекрасно. И спасибо, конечно, за мнение каждого из вас, но очень благодарна за то, что вы были активной частью моей жизни. И переживайте, сопереживайте. Всё нормально. Я такая сильная, что я всё удержу. Ещё раз всем привет. Едем мы по делам. Полно дел. Ещё надо и посмотреть билеты, если здесь есть. Есть ли здесь Пегасус фирма? Надо знать. Надо билеты купить. Почему? Потому что Эндер уехал вчера в деревню. Он снимал мне, показывал Анемчика и Баба Джима. Севги, сестру старшую. Сейчас они показали барана, которого они будут сегодня. Кстати, всех мусульман с Курбан Байрамом. Когда это видео выйдет, не знаю. Но не успеваю физически монтировать, отключаюсь. Но ещё, друзья, ещё компьютер у меня у мастера. И вот так я без компьютера, мои дорогие. Эндер показал вчера прямой эфир. И вот так включила, как Анемчика поливает свой красивый сад. У неё уже и бандоры. Всё, едем. Баба Джим тоже привет всем передаёт. В общем, сегодня они будут кайфовать, кушать мясо, жареное, мангал. А Светлана, а та оставила своих любимых внуков. Старшая у меня с мамой сейчас. А мы едем по делам. Удачного нам дня. Прекрасного настроения. На связи. Там мы выехали за пределы города. Дорога в Халачууле. Раньше здесь не было таких домов, как выстроили за два года. Даже новостройки есть. О, боже. А ты, как ты думаешь, наш дом не могут свести там построить? Это дорога, где я работала. Каждое утро я направлялась по этому маршруту. В этот раз я везде поездила. В коллективе. Очень многих. Раньше был госпиталь. А потом на этом месте сделали мою клинику Медина. 9 утра, 40 градусов уже, друзья. Поговорите тоже, хотят услышать твой голос. Умеешь ты разговаривать? В сентябре тут раз, 40 градусов. Поговоришь. И тут новостройки построили. Боже. Сегодня 40. Сегодня какой день недели? Вторник. Вторник. Смотрите, где я там взяла. Это мои девочки с моей работы, бывшей моей работой. Все они узнали меня. Всем привет передайте. Привет, привет. Дети подняла на свое отделение. И вот покажу вам, какие больницы у нас. Видите, китуша какая. Помните ее в Мерсине? Вот хуй проси, старшая медсестра. Новая больница. Вот она ждала, пока откроется. Посмотрите, какие здесь вкусные курочки. И еще здесь мясные. Мясо, свинина, кажется. Вы видите? Но меня не тянет на свинину уже. Кажется, она такая жирная, жирнющая. Кажется, красота. С Нончиком мы идем. Сделали дела. Я вся в делах, в делах. Как назло испортился мой компьютер. Внуки испортили. И тоже отнесла к мастеру, чтобы не возиться уже там. В общем, вот наш Батуми. Вон пионерский парк. Вот мои хорошие. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.